Задача номер 4 Помещен шарик зарядом 10-5 кулон и массой 20 грамм. После того, как шарик опустили, он начинает падать и ударяется об одну из пластин. На какую величину дельта h уменьшится высота, на которой находится шарик, к моменту его удара об одну из пластин? Ну, на первый взгляд, как бы сложная задачка. Ничего сложного нету. Что мы должны сделать? Как я и рассказывал, прежде всего, не думая ни о чем, записать условия задачи. И после того, как условия задачи записаны, необходимо нарисовать чертеж. Тоже как не торопясь. Не торопясь. Значит, пластины расположены вертикально. Понятно. На расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Вот. На равном расстоянии от них помещен шарик с зарядом 10-5 кулон и массой 20 грамм. Ну, все понятно. Значит, условия задачи я нарисовал. Поскольку шарик находится на равном расстоянии от пластин, что от этой, что от этой, значит, он находится ровно посередине. Вот. Самое интересное заключается в понимании вопроса, на какую величину дельта h уменьшится высота, на которой находится шарик. Ну, давайте представим себе процесс. Значит, шарик у нас положительный. Какие силы у него будут действовать? Первая сила, естественно, будет действовать сила тяжести. А вот в этом направлении, поскольку шарик положительно заряженный, на него будет действовать сила F. Электрическая сила. Вот. По направлению линии напряженности электрического поля. Понятно. Ну, что будет происходить, если мы этот шарик опустим? Значит, он будет приближаться к отрицательно заряженной пластине и опускаться вниз. Значит, в то время, когда он ударится о нижнюю пластину, допустим, вот здесь вот, да? Вот. Значит, этот шарик у нас пройдет вот это самое расстояние. H. Которое нам и необходимо найти. Ну, обозначим дельта h. Дельта h. Дельта h. Вот и все. То есть, вот это вот расстояние нам необходимо найти. Вот, как говорится, и вся задача. Вот. Здесь у нас D деленное на 2, поскольку шарик находится на половине между пластинами. А расстояние между пластинами обозначили буквой D. Значит, что мы знаем? Значит, по оси х, да, шарик будет двигаться равно ускорен, у него сила действует. Значит, эта сила равна произведению массы тела на ускорение. С другой стороны, QI равняется MA. Теперь, с точки зрения кинематики. D деленное на 2, это у нас A. D квадрат деленное пополам. Вот. Значит, D в квадрате, это у нас D деленное на A. D деленное на A. Понятно. А ускорение, что это такое? QI деленное на M. Ну и что это нам дает? Нам же вот это H найти надо. А что происходит у нас вот по оси Y? Которую я выберу направление вниз. Вот. Ну, по направлению действия силы Mg. По действиям силы Mg тело тоже будет что делать? Ускоряться. А каким образом оно будет ускоряться? Ускорение свободного падения. Шарик отпустили. Вот. Он будет просто-напросто падать. Поэтому это расстояние, которое он пройдет, равняется просто Gt квадрат пополам. Gt квадрат пополам. Ага. А что такое T квадрат? T квадрат. Это у нас D деленное на A. Что такое A? Вместо A пишем ускорение. QE. Деленое на массу. Масса бежит вверх. Вот и все. Тогда. Вот это вот дельта H. Расстояние, которое он пройдет по оси Y до того, как шарик ударится. А пластину равняется. Дробная черта. G деленное на 2. Вместо T квадрат пишем. D, M, Q, E. Все. Задачка решена. Задачка решена. Ну, теперь что нужно делать? Что нужно делать? Подставлять численные значения. Ну, давайте. И подставим. Вот, я подставил численные значения. Вот они, вот они, вот они, вот они. G10, D5, 10 минус 2 сантиметры. Нужно в метры перевести. Граммы в килограммы. 20, 10 минус 3. 2, Q, 10 минус 5. Тут 10, 4 напряженность. Что видим? 10 минус 5. Вот это вот все можно сократить. Правильно? Ну, естественно, правильно. А теперь, что у нас получается? Смотрите, 20 на 2 поделили. Получили 10. 100. Получили 500 на 10. В минус 4 степени. Ну, метров. Или, что у нас получается? 1, 2, 3, 4, 0, 0, 5 метров. Или, 5 сантиметров. Но, самое-то интересное заключается в чем? А вот, чтобы доказать, что здесь у нас на самом деле получается метры. На самом деле, получается метры. Ну, сначала дробная черта. Начинаем. G. Это у нас метр на секунду в квадрате. D. Метр. M. Килограмм. Кул. Кулон. А напряженность? Ньютон на кулон. Можно так сделать? Конечно, можно. И что у нас тогда получается? Кулон-кулон сократить. Так, осталось. Остались у нас. Я не буду писать метры в квадрате. Метр, метр. Тут килограмм. Тут секунду в квадрате. А ньютон, это килограмм. Умножить на метр. Делить на секунду в квадрате. Секунду в квадрате. Секунду в квадрате. Метр, метр. Килограмм, килограмм. ну что осталось километр остался значит форму которую мы получили это формула тоже правильно вот все и четвертую задачу мы тоже вместе с вами решили мальчики и девочки студенты и студентки хочу напомнить что учите физику на канале или гор если вам не трудно пожалуйста запишитесь на мой канал я вам буду очень признателен да и не забудьте пожалуйста поставить лайк вот все до новых встреч а